Досрочный этап проведения единого государственного экзамена отличается от основного, датой и количеством участников. Проходит он с 21 марта по 18 апреля. В этом году досрочной ЕГЭ сдают 62 участника. В основном это выпускники прошлых лет, либо студенты колледжа и техникумов. Часть из них намерена воспользоваться вторым шансом и снова попытаться поступить в университет. Я хочу поступить в Московский государственный университет в Москве. В прошлом году я не сдавал физику, а туда для поступления нужна физика, поэтому в этом году я решил досдать физику, но и параллельно попробовать еще остальные предметы сдать на более высокий балл. Поступать собираюсь в университет, и так уж получилось, что у ЕГЭ есть срок, который он действует, и поэтому нужно сдавать по новой. То есть мой уже давно просрочен. Поступать буду в СИВГУ на специальности информатику и числительная техника. Есть очень много всяких сайтов, где уже разные варианты выкладывают, ну, тестируемые. Вот, и за счет этого и готовился. А некоторые участники досрочного этапа государственной итоговой аттестации хотят получить второе высшее образование. Я решила сдавать ЕГЭ, потому что захотела поступить еще раз на второе образование. Вот, я сдавала четыре года назад, и, конечно, сложно было вспомнить, но репетиторов и так далее я не хотела нанимать, потому что если захотеть, очень можно и все время подготовиться. Вот, сейчас я психолог, но хочу идти на бизнес-факультет, и вот поэтому я сдаю второй раз. Единый государственный экзамен по русскому языку считается самым массовым, как в основной период сдачи, так и в досрочной. В текущем году ЕГЭ по этому предмету раньше остальных сдают 33 человека. Длится испытание 3,5 часа. Экзамен досрочного этапа проводится в таком же строгом порядке, как и в основной период. При себе запрещено иметь телефоны и шпаргалки. Нет отличий и в заданиях. Этапы досрочный, основной или дополнительный не отличаются по заданиям. Все контрольно-измерительные материалы одинаковые. Состоят из одинаковых разделов, за них начисляется одинаковое число баллов, разницы между ними нет. Собственно говоря, все эти три этапы сделаны для того, чтобы иметь возможность развести количество участников, не делать его слишком массовым в одни дни. У нас растет количество ребят, которые обучаются в образовательных организациях. Поэтому и количество участников, и выпускников, и участников экзаменов, конечно же, растет. В этом году досрочный этап государственной итоговой аттестации проходит в одном пункте проведения экзаменов – школе номер 39. В следующий понедельник, 28 марта, пройдет экзамен по математике – базовому и профильному уровням. А в последующие дни участникам предстоит сдавать ЕГЭ по истории, иностранным языкам, физике, информатике, обществознанию и биологии. Результаты испытания по русскому языку станут известны не позднее 7 апреля. Всего на сдачу ЕГЭ в Севастополе в этом году зарегистрировались 2667 человек.